Всем привет! С вами Яна Алексеева, Дон Никитон. Это канал жизни понаехавших. Сегодня выпуск про успех всяких разных переехавших. Оставайся со мной и погнали! Понаехали тут! Да чё тебе это Москва? Там всё дорого! Да в этой Москве все воруют! Ничего у тебя не получится! Москва, Москва, сиди в своей деревне, не высовывайся! Да, это Москва! Да, это Москва! Да, Москва! Я думаю, вы поняли, что время сбросить эту всю старую шелуху, которую многие из вас слышали наверняка не один раз, и перейти к реальной теме. Так всё-таки, как добиться успеха в Москве? Об этом я расскажу в ближайшие несколько минут. Давайте так, этот выпуск я не делаю для тех, кто хочет переехать в Москву ради того, чтобы просто переехать, потому что так модно. Кто-то, может быть, посмотрит этот выпуск и скажет, да ну её, эту Москву, останусь-ка я лучше сидеть в своём городе, а кто-то наоборот, посмотрит, замотивируется, может быть, даже увидит какие-то для себя инструменты, которые помогут добиться успеха в этом непростом городе. Стоять! Начнём с того, кто я такая, почему вообще рассказываю на эту тему. Но я такая же понаехавшая, как и многие здесь, и переехала сюда два с небольшим года назад. Я приехала сюда со своим любимым мужчиной для того, чтобы защитить диплом маркетолога. Заодно мы хотели провести здесь свой отпуск. Приехали, нам так понравилось, что мы решили, наверное, что здесь город, который нам подойдёт. У нас не было никакого плана, это было достаточно спонтанно, но единственное, что мы сделали разумное, разместили резюме на HeadHunter. На отпуск у нас было примерно месяц, и этот месяц мы решили потратить на то, чтобы найти себе рабочее место. Целый месяц мы ходили по собеседованиям, нам очень много раз отказывали, но тем не менее самое главное, что у нас было, это настрой. Мы тогда для себя точно решили, что даже если мы сейчас не устроимся никуда, мы обязательно вернёмся в свой город, и через полгода, проведя работу над ошибками, повторим всё сначала. Но у нас получилось, и заветные приглашения о работе мы получили, и в Хабаровск уже ехали для того, чтобы собрать вещи. Потом я поменяла ещё одну работу, мы поженились, родился Дон Никитон. Собственно, всё, что думает Дон Никитон, по этому поводу выглядит примерно так. Говоря о финансовой стороне вопроса, одним только переездом мы увеличили свой доход ровно в два раза. Да? 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 Дальше, чтобы не быть голословной, я приготовила для вас три интервью, три разные истории на тему того, как люди приезжают в Москву и добиваются успеха. Я специально не брала звёзд, взяла таких же обычных людей, ну, как мы с вами, для того, чтобы, ну, как-то быть ближе к земле и понимать, что каждый, абсолютно каждый в этом городе может добиться успеха. В общем, хватит лирики, и давайте познакомимся с этими ребятами. Слушай, как и переезд в Москву, это было дико эмоциональное, абсолютно непродуманное решение. Так вот, сидя, я бы хотела сказать за бокалом вина, но не за бокалом вина, но, знаешь, так сидя в офисе, просто глядя в потолок, дорогая там, что-то я, наверное, буду вкладываться в строительство дома в Москве. Дорогая посидела, так тоже в окно посмотрела, говорит, слушай, а зачем тебе вкладываться и опять ждать несколько лет, прежде чем там сделать какой-то важный шаг? Нам же ничего не мешает снять здесь жилье и переехать. Потом я долго себе задавала вопрос, зачем мне это сказала. Спустя два месяца мы просто собрали все вещи, взяли детей, кота, просто уехали в Москву, оставив в шоке всю свою семью. Переезд в Москву, а это требует очень много энергии, особенно, когда у тебя есть дети, это вообще... Получается, ты переезжаешь в Москву, на тебя сваливаются события, плюс тебе нужно поднимать бизнес, и ты еще сталкиваешься с тем, что тебе нужно не просто с нуля его поднимать, а с минуса, потому что бюджеты другие, переезд в Москву тоже затратный. Это прям было вау, там целая школа, знаешь, такая, которую мы прошли. Развивали мы, развивали, бились-бились, а потом я поступила в Сколково. Детятый, толстый, ситый, скучный, у которого дома все есть, кроме моих работ. Я тебя вызываю! Пустые дымящиеся напитки! Отходите! Я не скажу, что все это было очень облачно, то есть первое время это сильно ударило. По уровню жизни, к которому ты привык, по уровню какого-то, знаешь, респекта, к которому ты привык, вообще по уровню внимания. закаляет, в любом случае, каким бы ты там классным езжал, ты приезжаешь, ты все равно тебя вот так вопорно в асфальт. Это начать сначала любимую компьютерную игру, которую ты уже прошел, только на... На другом уровне. На другом уровне сложности. То есть ты примерно знаешь, как работать, но тебя на каждом углу въебывало. И ты же знаешь, как можно поступить, но тебя все равно грохают, и ты так, блин, надо заново начать. Кирилл сделал очень клевое мероприятие. Во-первых, он такой же понаехавший, как и мы, тоже с Хабаровска приехал. А ты когда приехал? Два года уже точно мы здесь жили. Ну, я без... без одного месяца два года. И Кирилл буквально несколько дней назад бахнул здесь офигенно крутой фестиваль. Антифактория. Как только не называют на самом деле. И называли антимануфактура, антифактория. А одна женщина, которая была недовольна, сказала антифестиваль. Третья моя героиня это Лена. Она броу-мастер. Человек, который развивает успешно свое дело, является одной из популярных броу-мастеров в Москве и при этом очень хороший человек. Я сама из Украины, Луганской области. Живу в городе Рубежном, очень маленький городок. Я тоже была в своем городе, скажем так, успешной личностью. У меня был свой бизнес. У меня на тот момент было три магазина, одежды. Я зарабатывала, у меня была квартира, было там все. И риск было приехать сюда. Не было на тот момент даже целей. Я всегда думала о детях, я думала о их будущем уже. И думала в своем городе какая у них перспектива. А здесь перспективы очень большие. Приехала сюда. Просто в гости. И просто решила рискнуть и попробовать. И вот я уже восемь лет здесь. Первый год пребывания в Москве я ездила домой каждый месяц. Я не могла жить без подруг, не могла жить без родственников, не могла даже без той уютной квартирки жить. Мне хотелось просто туда. Когда вот приезжала, я чувствовала кровать, я чувствовала все и у меня какое-то такое успокоение было. Ох, милочка. Да, страшно жуткие люди. Страшно жуткие. Даже Никита их боится. Первый вопрос, который я задала всем трем ребятам. Москва, как говорят, город жутких, злых, закрытых людей. Так ли это и на самом деле ощутили ли они это на собственной шкуре. Ты устроилась в МТС. Как тебя принял коллектив? Да круто принял. Одно, когда ты управляешь всеми, и тебе все равно, что тебе подумать. Тебе главное, чтобы народ выполнял задачи, а другое прийти в коллектив. И здесь уже становится не все равно, как тебя воспримут, потому что от этого зависит первое, второе, третье и компот. Там вообще коллектив очень классный, и это вот найдется на вещь, которую я боялась. На тот момент мой будущий начальник говорил мне, что это один из шансов поработать с командой. На тот момент я не восприняла это настолько серьезно. Когда пришла, я оценила. Много понаехавших у вас? Да практически все понаехавшие. И это отчасти связано со спецификой карьерного роста, потому что это корпоративный центр, мне как-то повезло, что я сразу туда прыгнула. А в основном там люди, которые преданы компании уже по 8-10 лет. Москвичи, на самом деле, коренные москвичи, это милейшие люди. И вот все то, про что рассказывают, про жесткость, про неприветливость, это скорее как раз понаехавшие с какими-то комплексами неполноценности, которые вот таким образом себя ведут. Может быть, может быть. Я не вижу разницы, где жить. Мне кажется, это все, скажем так, неправда, это, как сказать, надуманное. Главное, оставаться человеком, и тогда будет легко везде. Вот реально, жить честно и правильно, и тогда будет легко в любой ситуации в жизни. Трудности, они везде встречаются, трудности. Главное, иметь цель и идти к ней. Тогда вообще, несмотря ни на все, ты придешь туда, именно, куда ты хотела в самом начале. Я не встречал здесь какого-то большого, знаешь, пафоса. Ну вот, опять же, мы обработали три с половиной тысячи крафтовых производств. Многие из них достаточно в своей тематике звездочки. И они участвовали тоже у нас. И есть реальная статистика, почти три с половиной тысячи производств и всего три высокомерных ответа. Три с половиной тысячи к трех? К трех? К трех? Ну то есть, именно высокомерных ответа, ребят, ну, ну, куда вы лезете? Мы же всю эту базу ведем и у нас есть статусы, то есть, как ответили. Чаще всего говорили, ребят, давайте посмотрим на вас в первый раз сейчас, что получится и потом поговорим. Именно отказы там не по датам и там не по занятости, а именно по недоверию. Здесь можно выйти в порванных штанах, в грязных кроссовках, ну, например, на улицу, потому что большинство этих людей видят тебя первый и последний раз в жизни. Можешь даже прямо сейчас снять, как люди выглядят, да всем по херу. Большинству людей абсолютно. Там было у нас пару человек, пока мы с тобой первый раз проходили, они нам махали в камеру, но это говорит о том, что люди здесь открыты и очень позитивные. На момент, когда я переезжал, я волновался. Я здесь был только проездами, то есть, там максимум на месяц оставался и я тоже такой порос людскими домыслами, что там все быстро, ты никому не нужен, Москва вся такая... Пафосная. Пафосная, вся такая каменная, нет зелени, по итогу она более зеленая, чем большинство городов, которые я видел. Здесь есть парки размером с город, с другой. Она быстрая, только около метро. Я почти всю Москву обошел пешком, вот так по разным сторонам и даже на самых каких-то в дальних районах я не чувствовал себя в опасности. Но в целом, конъюнктурно, я думаю, что город гораздо приветливее, чем я думал, когда уезжал. Правило первое. Москва это город процентов на 90, состоящий из таких же понаехавших, как и мы с вами. Поэтому не нужно думать, что здесь все-таки закрытые люди и никому до вас нету дела. Есть определенная доля, в этом правды, но она совсем небольшая, потому что эти люди, так же, как и вы, остались без связи, без контактов. Они приехали сюда для того, чтобы фактически начать жизнь с нуля. Поэтому правило второе. хорресать. Не нужно ничего бояться. Просто возьми, напиши, позвони, узнай, скажи, привет, как дела, может быть, давай встретимся. Главное, объясни человеку, чем ты можешь быть полезен ему. Ну, или, кто его знает, может быть, из этого получится отличная дружба, или, может быть, этот человек чему-то научит тебя, или вообще, может быть, окажется, что вы просто созданы друг для друга, организуете крутую команду. Я не знала никого и никаких связей у меня не было. Когда мы узнали, что будет форум, мы решили написать им просто письмо, что, ребят, мы тут такие классные, мы хотим обслуживать этот форум по клинингу. Мы написали им официальное письмо, они сказали, окей, присылайте презентацию. Вот эта точка контакта, которую мы прислали, мы над ней задумались, какую презентацию мы должны им прислать, для того, чтобы мы там стали не какой-то там клининговой компанией, а какой-то, на которую обратят внимание. И мы придумали потрясающий фильм, что объединяет тренера, посетителя форума и уборщицу. И следующий слайд просто был такой белый унитаз и подпись «Чистый туалет». Я думаю, что именно вот этот вот инсайт, первые два слайда, которые они увидели, они как-то сделали свое дело. Нам позвонили, сказали, ребята, окей, давайте. Каждый человек, каждый проект, который казался каким-то там недосягаемым и легендарным, он находится в двух станциях метро, эти люди работают рядом и ты абсолютно права, что просто звонишь, встречаешься, спрашиваешь что-то. Здесь-то за спрос не бьют, за сюда все приезжают, чтобы с кем-то коннектиться. Даже если у человека или у группы лиц все хорошо, они же все равно заинтересованы в каком-то новом росте. Тут два варианта, либо ты на данном этапе им интересен, либо не интересен. Еще есть девушка вот Марис, с которой мы еще с октября начали вместе работать, она москвичка, у нее там и есть свой телеграм-канал большой, там порядка уже 12 с половиной тысяч подписчиков, посвященный московским ивентам. Из-за того, что она много кого знает и много с кем общается, я бы очень много времени потратил на знакомство со всеми. В целом, как бы, прыснуть это в публичное поле, даже заявить, задекларировать. Из-за того, что у нее этот канал был, мы договорились, что с меня я тебя научу вот этому, чему я умею, а ты поможешь нам это все быстро задекларировать в публичное поле. Партер, короче, у вас был такой же. Да, да. Ну, по итогу мы очень хорошо сработались и продолжаем работать дальше. Здесь больше перспектив однозначно. Здесь легче, да, здесь проще, здесь много перспектив, здесь вот, куда ты не пойди, здесь есть возможности. Просто, если мыслить более широко, тогда ты понимаешь, что все есть у тебя здесь, пожалуйста, все, руки есть, все, и возможности найдутся всегда. Ты попадаешь в новую атмосферу, у тебя все чистый белый лист. Не легче ли рисовать на чистом белом листе? Просто нужно взглянуть по-другому. Я в один момент представила себя магнитом, который к себе притягивает. Хотя, я столько набила шишек, я очень искренне доверчивый человек и я не изменилась. Я изменила свою точку зрения и свой взгляд на жизнь. Вот. И мне немножечко, немножечко стало легче. Ох, милочка. Правило третье. Сюда нужно ехать, действительно зная, зачем ты едешь, куда и для чего. Потому что здесь город высоких скоростей, здесь очень большая конкуренция. Поэтому сюда ехать и думать, ну, оно само как-нибудь образуется, не образуется. Удача сама меня как-нибудь найдет, не найдет. Я в своем городе звезда, значит, я приеду в Москву, здесь тоже все будут рукоплескать. Мое мнение, сюда нужно ехать, зная четко, зачем ты едешь. Если ты сюда едешь просто так, потому что, ну, все туда едут, все так делают, жить в Москве это модненько. Есть риск размыться, размазаться и вообще приехать обратно в свой город, поджав хвост, действительно разочароваться в себе, в людях, в Москве. И здесь действительно нужно пахать. Но лично для меня в минуты отчаяния спасательным жилетом всегда является одна единственная мысль. Москва это единственный в стране город, в котором есть абсолютно все возможности, которые можно найти в России. Поэтому люди сюда, приезжающие за целью, действующие в направлении этой цели, начинают действительно добиваться каких-то колоссальных результатов. Не нужно ничем сверхъестественным обладать для успеха в Москве. Все же так и думают там, это же Москва, да как же я туда-то, я там, да, это вот здесь у меня есть все готово, я здесь много кого знаю, а Москва там же это так страшно и нужно быть каким-то вообще нереальным. Это неправда, Москва это точно такой же город, точно такие же люди. Нужно иметь дальневосточные черты. Мы все очень целеустремленные, это А. Во-вторых, мы все имеем свою какую-то четкую позицию. Дальневосточник не может скрывать свою позицию, нужно ее сказать. Это вот что касается привет всем нашим. Нужно быть коммуникабельным, нужно знать себе цену, нужно понимать, что ты умный и что даже Стив Джобс это обыкновенный человек или Владимир Владимирович Путин это тоже обыкновенный человек, который что-то делал в своей жизни и добился каких-то результатов. Если ты убегаешь куда угодно от проблем, твои проблемы с тобой поедут. Все мои какие-то там тараканы и скелеты в шкафу, которые у меня были, они со мной приехали. И пока я сам от них просто не избавился, наверное, это и есть там цель или ее отсутствие. То есть если просто приехать там за счастливым случаем, ну не знаю, я не ехал переучиваться или искать чего-то нового. Я хотел расти, но умею я только одно. И то я не сказал бы, что на данном этапе я там сильно куда-то вырос. У меня просто получилось сделать вот первый шаг. И я теперь понимаю, с каким ресурсом и куда дальше развиваться. Для успеха в Москве, да в принципе и в любой другой стране, в любом городе, человек должен жить целью, как вот болеть ею и идти, несмотря ни на что к ней. Цель – это самое главное в жизни. В общем, я надеюсь, что я была максимально убедительна и полезна для тех, кто действительно собирается и настроен серьезно на этот переезд. Если у тебя в окружении есть люди, которые нуждаются в поддержке в таком непростом и ответственном шаге, поделись с ним этим видео. И, конечно, увидимся с тобой в следующих выпусках, особенно, если ты подпишешься на этот канал. Пока!